добрый день с вами империя пикчери сегодня покажу вам как нарисовать расческу карандашом если вас интересует тема рисования то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение заходите обучайтесь вместе с нами намечаем силуэт расчески на будет проходить немножечко под наклоном по диагонали здесь вот будет ее основание и далее место где будут зубчики начинаем с ручки мы здесь вот сделаем небольшое углубление она будет такой плавненькой и тут сверху немножечко расширим подправляем линию тут уже можем давить на карандашик посильнее мы начинаем прорисовывать расческу пластиком убираем лишние линии подправляем контур и переходим также на вот эту часть тут тоже делаем такой плавный переход и прорисовываем ручку ручка будет немножко волнистая внутри таких волны и разделяться будет вот здесь вот сделаем чуть меньше наклончик и здесь будет граница где вот проходить зубчики также сверху будет такой крупный зубец мы ему даем толщиночку и краю немножечко сужаем немножечко эту линию прогибаем вовнутрь и прорисуем нижнюю толщинку зубчики пока не будем прорисовывать дадим толщинку на ручке вот здесь вот снизу а также вот здесь тоже повторим волну и соединим толщинку начнем прорисовывать зубчики они будут заостряться к верху мы можем дать такую толщиночку сначала а потом вывести ее наверх и заострить и таким образом мы по всей длине проходимся примерно одинаковой толщины они будут убираем карандашик мир между зубчиками подравниваем их корректируем длину и форму они должны быть немножко изгибаться и начинаем штриховать аккуратным раздельным штрихом немножечко под наклончиком не выходя за край а пока я вам напомню что в нашей художественной школе открылась заочное обучение теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессии ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные семь дней ждем вас к нам на обучение продолжаем штриховать я штрихую карандашиком hb им же я и делала предварительный рисунок этот карандаш как раз таки отлично для этого подходит мы набираем такой средний серенький тон и дальше уже начнем разбираться в тоне более подробно выявлять что светлее а что темнее верхнюю часть доделываем зубчики пока не трогаем оставим их на десерт и начинаем затемнять начнем сверху немножечко здесь делаем потемнее добавим еще несколько слоев штриха а также затемняем нижнюю часть ручки особенно вот здесь вот на границах набираем тон как следует несколько слоев подштриховываем и возьмем карандашик чуть помягче мне это карандаш 2b им получится тон набрать быстрее и еще раз прохожусь по краю по границам и делаю плавную тональную растяжку к верху здесь вот подчеркиваю толщиночку чуть темнее делаю ее и увожу темный тон на вот эту часть здесь вот добавлю переход если появляются темные пятна их можно ластиком немножечко под редактировать также вот здесь вот я застри холлую сереньким будет более светлый оттенок чем на ручке и появятся блики вот на вот этой части а также вот на вот этом кусочки и мы ластиком аккуратно краешком добавляем их чуть сильнее затемним контуры границы и сделаем плавную растяжку наверх теперь также вот здесь вот сделаем плавную растяжку чтобы штрих был равномерный переходим наверх сверху тоже немножко затемняем оставляя сверху такой свет это будет у нас блик будет блик проходить по форме берем опять карандашик hb и начинаем штриховать зубчики пока что просто набираем одним сереньким тоном их по всей поверхности сохраняем аккуратный край остренький доходим до конца далее возьмем опять карандаш помягче 2b и сделаем толщиночки толщиночки будут располагаться с нижней части и мы подчеркнем каждый зубчик берем карандашик 2b немного затемним верхушечку и перейдем к зубчиком вот здесь вот по нижней части добавляем толщиночку на каждом абсолютно зубчики переходим вверх и в принципе после этого нам останется уже не так много уже практически доделали закончились зубчиками и под штрихом еще немножко вот здесь вот сделаем более ровный тон убираем ластиком все лишнее почищаем листочек и вот такая расческа карандашом у нас с вами получилось присылайте ваши результаты к нам в инстаграм мы с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице ссылка на instagram находится в описании к этому видео и на этом я прощаюсь с вами не забывайте поставить лайк написать хороший комментарий и подписаться на наш канал всем пока и до новых встреч с вами